По образованию я финансист, а по состоянию души организатор мероприятий. Можно сказать, в моей жизни это один сплошной праздник. И пока мое сердце еще свободно. Сегодня я надеюсь найти мужчину своей мечты. Поддержать меня пришли моя любимая сетя Лариса и не менее любимая подруга Анна. Проходите. Елена, 23 года. Влюбилась в поклонника после того, как он свозил ее на свидание в Испанию. Чувства длились недолго. Вскоре жених начал поднимать на нее руку и силы удерживать у себя дома. Елена по образованию финансист. Занимается организацией и проведением праздников. Катается на лыжах и сноуборде. Смотрит гонки. Мечтает найти баланс между семьей и работой и купить дом в Испании. Елена предупреждает, что она поздно возвращается домой после работы. Рядом с собой видит сильного и смелого мужчину не старше 30 лет, который будет разрешать ей общаться с подругами. Леночка, все девушки как порядочные ходят на свидание в кафе, но в крайнем случае в кино. А это что за каприз такой? Испанию вам подавай. Ну, это не совсем мой каприз. Просто так получилось, сложилось. Но это было не первое свидание. Это было уже такое продолжение отношений. Ну, не третье. До этого мы общались. Достаточно длительный период. Каратенько. Ну, сколько длительный? Два месяца. Ну, очень достаточно такой состоятельный человек. И старше вас намного? Старше, да. Мне кажется, она слегка избалованная только. Почему? Ну, не знаю, все, что она говорит, то, как она выглядит. У него есть двое детей, но разве ведь он женой? То есть никого из семьи не уводила. А что приглянулось в нем? На самом деле... Нет, это сам по себе состоятельный мужчина, это уже привлекательно. Поэтому... Привлекательно, тем более в 20 лет. Это очень было для меня привлекательно. А вот в 20 лет нравятся плохие парни, сорванцы, и о деньгах не думаешь. Если ты девушка приличная. Вы знаете, приличная, но еще что меня в нем привлекало, он связан с шоу-бизнесом. А так как я сама занимаюсь организацией мероприятий, он много меня чему научил. И это было мне тоже в нем очень интересно. Это достаточно для того, чтобы влюбиться? Вот это научить. Красивое ухаживание. Очень симпатично. Привет, Надежда. Хорошо, давайте про Испанию. Вы прилетаете туда? Мы прилетаем в Испанию. Провели там шикарные две недели. А мама-то знала, что поехали? Да. И прямо отпустила вас? Отпустила. Ну, я вообще достаточно самостоятельная девушка, как бы, и с родителями... Вы спрашиваете, когда за 20? Ну, с родителями в этих случаях я, наверное, больше советуюсь. Они полностью мне доверяют и не переживают за меня. Потому что, знаете, что... Честный девочек не получился. Подоль не принесла. Не получился, не принесла, но на самом деле... Ну, хорошо. ...по этому поводу и не переживаю. И ничто не предвещало. В Испании все было идеально. Да, да, все было идеально, все было хорошо. То есть эти приступы ревности не начинались еще в Испании, да? Нет. Было все хорошо и после Испании. Я переехала жить к нему. Там сказка. Сарапат. Ну, практически сразу. А когда он стал свой норов-то показывать? Спустя где-то год, полтора года наших отношений. А что стало его напрягать у вас? В первую очередь ему не нравилась моя работа. Он безумно ревновал меня к моей работе, если я приходила там поздно вечером, да? Вот, кстати, как, Егор, ты будешь к этому относиться? Ну, потому что она вот поздно очень приходит. Ну, да, сам понимаешь, уже не горячий ужин. Тебе нужна девушка такая семейная. А что предлагал? Говорил, Ленка, да я сам заработаю. Не работай, да, не работай, сиди дома, не развивайся, абсолютно... А жениться предлагал? А предложение такого мне не делал? Ну, не делал предложение, потому что уже был женат, уже было двое детей. И вот когда он вам предложил сидеть дома, вы ему... Встречный вопрос. А что, милый, взамен мне? Кроме того, что я должна тебе стирать, убирать и родить детей вне брака. А дети их мечтают, когда уже штамп в паспорте, вот вы лежите у него на плечике, а он говорит, ну, сейчас делаем или завтра, ребёночка. Ну, я, может быть, просто немножко по-другому отношусь к штампу, вот к этому самому. А он вам не нужен? Ну, для меня это не самое главное. Если вы приходите на программу «Давай поженимся», вы должны понимать, что это принципиально. Штамп принципиальный. Ну, для меня важны... Позиции, собственно говоря. Нет, это у мужчины другой взгляд на вас. Это и ответственность. Уже просто так в фортеля не будешь там выкидывать. Ну, то есть ты уже отвечаешь за женщину, на которой женился. Вот когда он вас замуж не звал, будущего с вами не видел, но при этом запрещал поздно приходить и работать. Вы имели право ему сказать, ну, а слушай, а если тебе завтра не будет, а я работу потеряю, как мне жить дальше? Ну, вот на самом деле это была не единственная причина. Он не то, что мне запрещал работать, он мне запрещал общаться с моими подругами. Он с родителями запрещал вас, с вашими собственными общаться. А почему? Влияния боялся или что? Не влияния. Часто он это аргументировал тем, что я вообще выросла в простой семье достаточно, и то, что мои подруги, например, не подходят мне по статусу. То, что тебе не нужно с такими общаться. И, то есть, вообще, как бы... А с кем вы должны общаться? Были с Розой Сибитовой? С его кругом. Ну, что значит, у него свой круг, у вас свой. Сначала запрещают общаться с подругами, потому что не по статусу. Потом с родителями, потому что слишком простые. Вот это меня, когда начало настораживать, естественно, мне это уже начало не нравиться, но на тот момент я уже ничего не могла сделать. В смысле? Ну, он просто меня не выпускал уже из дома. А как можно вот такую здоровую деваку, как его не выпустить из дома? Ну, вот как? Это когда есть мобильный телефон. Вы боялись его? Да, боялась. Когда он первый раз на вас руку поднял? После чего? Вот спустя, наверное, полтора года как раз это было. И он меня пугал не только тем, что я переживала не только за своё здоровье, но за здоровье моих родственников, моих близких людей. А что, угрожал, что ли? Ну, он говорил, что если ты будешь что-то кому-то рассказывать, да, что тебя не выпускают и что у нас что-то плохо, то плохо будет твоим родственникам. Родителям. Родителям. И вот ровно после этой фразы он уходит на работу. Вы собираете вещи, звоните по телефону, за вами приезжает дядя, брат, соседи, не знаю, папа. Там закрытый коттеджный посёлок, везде охрана. Еленочка, послушайте, девчонок, столько историй, когда их в подполе закрывали, и они находили выход. Вы бы желаем. Ну, возможно, это так. На тот момент я очень сильно боялась. Не, ну это, я считаю, ужасно. То есть, когда они не выпускают и настолько запреты делают. Девушка должна сама распоряжаться своей жизнью. Вот тот период, который вот был самый ужасный такой, да, в моей жизни, который мне страшно вспоминать, это именно этап длился около полугода. Вот что стало последней каплей? Вот такой прям последней капли не было. Это всё понарастающе, да, было. И у моей мамы был день рождения, он пришёл в более-менее хорошем настроении. У меня уже просто было в душе, да, всё это копилось. К родной мамочке у него спрашивают разрешение, позволишь ли ты? Да, я сказала, отпусти меня, пожалуйста. Он отпустил, милостиво, вас на день рождения мамы. Отпустил, да, и тут там были также все родственники, брат завёл меня в комнату, и он мне просто сказал, рассказывай, что происходит, я не понимаю. Вы рассказали? Да. Он говорит, поехали вещи забирать? Да. Поехали? Да. И я до сих пор не знаю, что... Как он вас встретил, когда вы приехали с родственниками забирать вещи? Ну, мы зашли, да, с братом, и они сразу ушли в отдельную комнату для того, чтобы поговорить. Я не знаю, что был за разговор, просто меня взял брат за руку и увёл оттуда. На самом деле, это был для меня настолько страшный период в моей жизни, что мне не хотелось вообще оттуда брать ничего, я хотелось вот проснуться, как после страшного сна. Леночка, это грустная история, хорошо, что она закончилась. Нужны чувства, нужен человек, а не что-то. Будьте внимательны, Александр. Хорошо, что вы в 23 года сидите перед нами, живая, здоровая. Вот. И за кем пришли сегодня? За настоящим мужчиной моей мечты. А материальная планка, вот он вам задал её, вот сейчас мы будем рассматривать материальный уровень пониже или выше? Ну, конечно, не такой, какой был у него, и я скажу честно, мне не нужен этот уровень. Посмотрев на это... То есть богатый не нужен? Богатый, и мне не нужна машина за 12 миллионов и яхта где-нибудь. А, то есть машинка попроще? Ну, бизнес-класса. Машинка, по-моему, нужна, чтобы хватало, да. А жильё, квартира, что там? Ну, квартира должна быть, так как я живу с родителями, конечно, на свою территорию я не приведу мужчину, это однозначно. Ну, а куда? Пентхаус поедем? Или в обычную грушевку. Или в съёмное, например, жилье устроит вас? Да, возможно, устроит. Вы москвичка? Да, я родилась в Москве. И вы поете в съёмное жильё для того, чтобы приобрести в Москве свою квартиру, вы понимаете, да, каких денег это сегодня стоит? Я понимаю, да, это возможно всё сделать. Возможно, за ваш счёт или... Совместно. Для меня сейчас вот очень важно именно то, чтобы человек был по социальному статусу близок ко мне, чтобы мы с ним были примерно наравне, потому что вот эти вот высокие доходы, они мне сейчас неинтересны. Я увидела это, мне не понравилось. Я хочу другое. Ну, а зачем квартиру в Москве, если она хочет в Испанию уезжать? Чтобы потом её продать и купить? Три! Три в Испании! Три квартиры в Испании, да. Конечно. Ну, я как понимаю, что следующий мужчина не должен быть с ревнивцем, правильно? Да. А вы считаете, что вы повода не даёте? Нет. Ну, и прекрасно. Если он также пытается настоять, чтобы вы оставили работу? Нет, я работу точно не оставлю, но мне просто не нужен будет тогда такой мужчина. Ну, многие мужчины не нравятся ночная жизнь жены. Ну, он должен принимать меня темно. А нет возможности, ну, как бы уже до свадьбы, да, вы поработали, а вот сейчас поменять работу на другой режим? Нет. Сейчас в данный момент нет. И тем, чем я занимаюсь, мне очень нравится. Леночка, я правильно поняла. Значит, мужчина разрешит вам заниматься ночной работой, а он по три недели будет куда-нибудь улетать с друзьями. Вот такой раз. С друзьями отдыхать? Ну, отдыхать, например. Ну, можно иногда с друзьями полететь отдохнуть. О, а там подружки у друзей. Да, точно. Ну, я же не... И вот он сидит, они там веселятся со своими подружками, он сидит, тоскливо смотрит, а потом Маша привела Наташу подружку и говорит, Вась, да не грусти ты, пока там Ленка жжет, ничего страшного, вот познакомился, вот познакомился. И все разрушилось. Вы должны друг под друга каким-то образом подстроить. Ну, я же тоже не постоянно работаю, у меня же тоже есть выходные. А чак-то? Чак-то? Семья, дом, это женский приоритет. Вы же финансист по образованию, да? А занимаетесь организацией и проведением праздников? Ну, это дело моей жизни, праздники. Прямо дело жизни? Да. То есть вы никогда не готовы это бросить и будете только по нарастающей развиваться тогда, я так понимаю? Нет, возможно, я вижу это развитие, да, сейчас я занимаюсь именно организацией и проведением. Дальше я рассматриваю информационный бизнес, связанный только с этой областью. Тогда, может быть, пока не спешите, 23 года замуж. Замуж хотите? Замуж, я бы, вот еще раз повторюсь, то, что я бы хотела построить надежные, крепкие отношения. Посмотрите, я вам могу в связи с этим пожелать только молодого провинциала, который захочет устроить таких миллион, который приезжает в Москву, хочет в шоу-бизнес. Практически в москву. Да, и он будет вас обожать, все будет разрешать, мало того, ему будет даже нравиться, что у вас такая работа до позднего часа. Будет рассказывать вам про любовь, встанет на ноги, оперится, воспользуется вашими связями, потому что вы будете везде вытаскивать, а потом женится на той, которая будет приходить вовремя домой. А как ты отнесешься к тому, что она вот реально так поздно приходит? Ну, я уже сказал то, что мне это не особо нравится. Мне кажется, когда я прихожу с работы, или же после концертов, или после гастролей, моя женщина должна быть уже дома. Я вас не отговариваю, кто-то должен проводить мероприятия и праздники. Но сегодня для себя давайте будем мужчин в этом смысле пытать. А я пойму, когда мужчина приходит и рассказывает, что он сам постирает и сам приготовит сырники по утрам, и пусть жена развивается во сколько хочет, но не верьте, это неправда. Потому что следующая волна мужчин приходит и рассказывает, не готовил, не убирал и поздно приходил. Так что, вот, давайте будем искать мужчину молодого, который захочет, будет взаимовыручка такая. Вы будете ему, ведете его в круг своих друзей, знакомых полезные, а он вам, потому что будет молодой и веселый. Потому что взрослый мужчина, у которого будет бизнес, у которого будет тяжелая работа, он так же, как и ваш бывший возлюбленный, будет вам ставить припоны. Роза. Леночка, просто напомню, что мы живем в России. А Россия – это мужское государство. Ну, кто руководит? Мужчины, как правило. Поэтому статус женщины – это быть женщиной, женой, матерью. Не перестаю это говорить. А на то и на другое, я имею в виду на карьеру, на семью, не хватит. Василиса. Тогда муж зачем? Елена попала в очень интересную группу людей. Все, родившиеся с 27 ноября по 13 декабря 1989 года, вот это целые две недели, в течение ближайших 12 месяцев проживут разрушительную страсть. Очень сильные чувства, захватывающие целиком и полностью, но очень сложные внутри. Вот для того, чтобы понять, что будет происходить, перечитайте Шекспира все подряд. Вот там в каждом произведении это самая разрушительная страсть. Где-то ревности, где-то страдания и сложные отношения с родителями. А ты читал Шекспира, Александр? Ну, я сказал, что поглаживая череп. Я считаю, что сегодня мы должны этой программой поставить заслон вот этим страстям. Влюбляться здорово, но нужно учиться договариваться с человеком и искусственно вот эти страсти не нагнетать. Будем сегодня смотреть мужчин и выбирать наиболее спокойных. Очень скоро нашу невесту ждут три незабываемые встречи. И, возможно, одна из них изменит ее судьбу, не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас студия Елена. Встречайте первого жениха. В стиле молодого человека. Прическа. Да, прическа. Голослушный стол он интересный. Ой, наобещал стрекор, бы и поцеловал. Ну, с кем пришел? Итак, это моя лучшая подруга Регина и лучший друг Ростислав. Давайте на вас посмотрим. Сергей, 22 года. Главный специалист дирекции экономики в госучреждении. Катается на сноуборде, играет в баскетбол, пишет песни в стиле инди-рок. Мечтает поехать в тур по Европе на собственном микроавтобусе. Признается, что он слишком ревнив. Чтобы завоевать сердце девушки на курорте, Сергей преувеличил свой возраст. Но по возвращении в Москву начал ловить на лжи ее саму. Надеется, что Елена будет говорить ему только правду. Ну что, ложь на курорте была запланированной акцией? Конечно же, нет. Это было абсолютно не запланировано. Девушку встретил абсолютно случайно. С друзьями отдыхали. Ну и вы знаете, как это обычно бывает. Дискотека и просто увидел красивую девушку. Я часто, наоборот, очень нечасто знакомлюсь в таких местах. Но тут я понял, что вот сейчас я обязательно должен подойти. А вам 17 при этом? Да. В 18 лет я говорила, что мне 25. Я всю жизнь себе прибавляла возраст. Я вот тоже в детстве. Но это в детстве было. А не под 40 было? Нет, конечно. Ей на тот момент было, по-моему, 22 как раз. Как мне сейчас. Он, мне кажется, даже как-то смотрю, младше ее выглядит. Он выглядит младше. Он выглядит... Он выглядит... Не буду говорить, как он выглядит. Ну, короче, время шло. У вас с ней любовь. Приехали в Москву. Да, приехали в Москву. Соответственно, я... А школы, уроки? Нет, у меня уже был первый курс в институт тогда. То есть я рано пошел на первый курс. Соединяли. То есть я говорил, что у меня сегодня работа. Иногда, да, вот по выходным. Сам возвращался с универа или готовился к экзаменам в это время. Нет, я что, даже скрыл, что учишься в институте, что ли? Потом я сказал, что я поступил на второй высший. Но вначале, когда в Египте были, да, мы отдыхали. Я сказал, что я уже работаю. Хорошо, она хотела там с мамой познакомиться. Вот, вот это был самый ужасный момент. Видать, у нее виды на вас были. Да, виды были. Вот отец моих будущих детей. На самом деле, я с родителями очень хорошо общался. Вы еще пацан, у вас усы не растут. Я не знаю, почему так, но мне карты все прям в руку. Ну, хорошо, что потом? Я понял то, что это как снежный ком, и меня он душит. Меня действительно заваливало. Мне было жутко неловко, жутко... Я не знаю даже, как описать это чувство. Единожды солгав. Да, то есть на самом деле на тот момент никто не знал, что будет продолжение. То есть просто познакомились. Ну, конечно. И чтобы ее заросление малолетних не посадили, пришлось себе 5 годков прибавить. А тут раз и отношения. Но сама ирония совершенно в другом. Она тоже стала подбирать. Да, и это ради того, чтобы я не ревновал. Потому что, я не знаю, на тот момент жизни я был очень неревнивый. Сейчас я повзрослел хотя бы чуть-чуть, да, и поумнел тоже хотя бы чуть-чуть. И она постоянно... То есть у меня были гастроли, были концерты, мне приходилось куда-то уезжать. А какие гастроли-то у вас? В 14 лет я организовал свою группу музыкальную. Выступали, постоянно ездили. Как бы он добрый, хорош не был, он слишком молод. Поверьте, Александр, знаю, что говорю. Она начала мне врать. То есть была очень плохая ситуация, когда я был на гастролях. Звоню, я спрашиваю, здравствуй, любимая, как у тебя дела, что ты делала? Да, нормально. Каждый день читаю книжку, сижу дома, ничего не делаю. Прям четко такой ответ. Но она хоть работает? На тот момент не работала. Еще не работает? Да. А вот она стала врать, что она книжку читает, что уже смешно, например, мне. А оказалось, на самом деле, то, что она подвозила мне незнакомого человека, а ее лучшего друга, на дачу. Почему он попросил именно ее, непонятно. Почему она не сказала мне, тоже непонятно. Ну, чтобы вас не расстраивать. Ну, господи, как... Водителем подрабатывает, да? Да ну нет, ну... Вот в том-то и дело, мне это еще один парадокс. Просил, подбросил. А что это правильно? У меня он дочь тоже всех возит. Короче, завралась тоже. Хорошо, объяснили со своей девушкой. Да. Соответственно, я сказал то, что все, мне эта ситуация абсолютно не понравилась. Извини, давай возьмем перерыв небольшой. Вы взяли перерыв, после чего снова? После чего? Через какое-то время? Мы все равно продолжали переписываться и созваниваться. Ну, она уже узнала ваш настоящий возраст? Я ей в скором времени сознался. И она что? После этого инцидента. Она была в шоке, конечно. Но... Еще под статьей ходила. Да. Вообще шок, конечно. Ну, понимаете, я просто не мог. Ложь на мне это висела. Я должен был хотя бы тогда признаться. Да, дело не в том, что там был кто-то, кого она подвозила. По образованию я финансист, а по состоянию души организатор мероприятий. Можно сказать, в моей жизни это один сплошной праздник. И пока, мое сердце еще свободно. Сегодня я надеюсь найти мужчину своей мечты. Поддержать меня пришли моя любимая сетя Лариса и не менее любимая подруга Анна. Проходите. Елена. 23 года. Влюбилась в поклонника после того, как он свозил ее на свидание в Испанию. Чувства длились недолго. Вскоре жених начал поднимать на нее руку и силой удерживать у себя дома. Елена по образованию финансист. Занимается организацией и проведением праздников. Катается на лыжах и сноуборде. Смотрит гонки. Мечтает найти баланс между семьей и работой и купить дом в Испании. Елена предупреждает, что она поздно возвращается домой после работы. Рядом с собой видит сильного и смелого мужчину не старше 30 лет, который будет разрешать ей общаться с подругами. Леночка, все девушки как порядочные ходят на свидание в кафе, но в крайнем случае в кино. А это что за каприз такой? Испанию вам подавай. Ну это не совсем мой каприз. Просто так получилось, сложилось. Но это было не первое свидание. Это было уже такое продолжение отношений. Но не третье. До этого мы общались. Достаточно. По образованию я финансист, а по состоянию души организатор мероприятий. Можно сказать, моя жизнь это один сплошной праздник. И пока мое сердце еще свободно. Сегодня я надеюсь найти мужчину своей мечты. Поддержать меня пришли моя любимая отцетя Лариса и не менее любимая подруга Анна. Проходите. Елена. 23 года. Влюбилась в поклонника после того, как он свозил ее на свидание в Испанию. Чувства длились недолго. Вскоре жених начал поднимать на нее руку и силой удерживать у себя дома. Елена по образованию финансист. Занимается организацией и проведением праздников. Катается на лыжах и сноуборде. Смотрит гонки. Мечтает найти баланс между семьей и работой и купить дом в Испании. Елена предупреждает. По образованию я финансист, а по состоянию души организатор мероприятий. Можно сказать, в моей жизни это один сплошной праздник. И пока мое сердце еще свободно. Сегодня я надеюсь найти мужчину своей мечты. Поддержать меня пришли моя любимая отцетя Лариса и не менее любимая подруга Анна. Проходите. Елена. 23 года. Влюбилась в поклонника после того, как он свозил ее на свидание в Испанию. Чувства длились недолго. Вскоре жених начал поднимать на нее руку и силой удерживать у себя дома. Елена по образованию финансист. Занимается организацией и проведением праздников. Катается на лыжах и сноуборде. Смотрит гонки. Мечтает найти баланс между семьей и работой. И купить дом в Испании. Елена предупреждает, что она поздно возвращается домой после работы. Рядом с собой видит сильного и смелого мужчину не старше 30 лет, который будет разрешать ей общаться с подругами. Леночка, все девушки как порядочные ходят на свидание в кафе, но в крайнем случае в кино. А это что за каприз такой? Испанию вам подавай. Ну это не совсем мой каприз. Просто так получилось, сложилось. Но это было не первое свидание. Это было уже такое продолжение отношений. Ну не третье. До этого мы общались. Достаточно длительно. Каратенько. Ну сколько длительно? Два месяца. Ну очень достаточно такой состоятельный человек. И старше вас намного? Старше, да. Мне кажется, она слегка избалованная только. Почему? Ну не знаю, все, что она говорит, то, как она выглядит. У него есть двое детей, но разведен женой. То есть никого из семьи не уводила. А что приглянулось в нем? На самом деле... Нет, это сам по себе состоятельный мужчина, это уже привлекательно. Поэтому... Привлекательно, тем более в 20 лет это очень было для меня привлекательно. А вот в 20 лет нравятся плохие парни, сорванцы, и о деньгах не думаешь. Если ты девушка приличная. Вы знаете, приличная, но еще что меня в нем привлекало, он связан с шоу-бизнесом. А так как я сама занимаюсь организацией мероприятий, он много меня чему научил. И это было мне тоже в нем очень интересно. Достаточно для того, чтобы влюбиться. Вот это научить. Красивое ухаживание. Очень симпатично. Симпатично, приятно, девушка. Хорошо, давайте про Испанию. Вы прилетаете туда? Мы прилетаем в Испанию, провели там шикарные две недели. А мама-то знала, чтобы поехали туда? Да. Прямо отпустила вас? Отпустила. Ну, я вообще достаточно самостоятельная девушка, как бы, и с родителями в этих случаях... Кто вам спрашивает, когда за 20? Ну, с родителями в этих случаях я, наверное, больше советуюсь. Они полностью мне доверяют и не переживают за меня. Потому что, знаете, что... Честный девочек не получился. Подоль не принесла. Не получился, не принесла, но на самом деле... Ну, хорошо. ...по этому поводу я не переживаю. И ничто не предвещало. В Испании все было идеально. Да, да, все было идеально, все было хорошо. То есть эти приступы ревности не начинались еще в Испании, да? Нет, было все хорошо и после Испании. Я переехала жить к нему. Там сказка. Ну, практически. А идти на какие-то компромиссы приспосабливаться, это замечательно. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И не пропустите новые знакомства через несколько минут. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Елена. Встречайтесь со вторым женихом. Честный ка-ка. Здравствуйте, Александр. Представьте своих сватов. Это мой друг Дмитрий. А это еще один мой друг Дмитрий. Вот чтобы получше вас изнать, давайте посмотрим на экран. Александр. 26 лет. Юрист в строительной компании. Катается на велосипеде и беговых лыжах. Занимается фотографией и играет в любительском театре. Путешествует автостопом по России. Мечтает открыть свою юридическую компанию и путешествовать по миру со своей избранницей. Александр познакомился с девушкой в кафе быстрого питания. Но ее постоянные придирки по поводу манеры его еды разрушили их отношения. Надеется, что Елена не противница фастфуда. Вообще часто захаживаете в кафе, где фастфуд продают? Ну, иногда бывает, бывает. Ну, ваше поколение. Да, бывает. С девушкой мы познакомились, встретились друг другу, понравились. В этот же день у нас было первое свидание уже. То есть они познакомились с девушкой с утра, а вечером мы сразу куда-то пошли. Так получилось. Познакомились и пошли. Ну, да, так понимаю. Мы гуляли, ходили в кино, катались на велосипеде. Ярко все, нравилось. Уже, правда, через неделю девушка захотела жить вместе. Об этом начала говорить. Правильно, быстрая еда, быстрый секс, быстрое движение. Ну, может быть. Мне это, сразу скажу, не очень нравилось. Это слишком активно, это слишком как-то на виду. Потом девушка сама предлагает. Она жила с родителями? Да. Она жила с родителями. Ну, я, кстати, тоже, слово сказать, я жил тогда с родителями. То есть к вашим родителям прийти, да? Нет, хотели снимать квартиру. То есть я работал уже в то время. А сколько вам было лет? Мне было 18 и 17. Ну, совсем еще юнцы. Это, да, первое отношение. Егор, ну, быстрый он какой-то получается. Быстрый, как кролик. Быстрая еда, быстрый секс. Как кролик прям, да? Быстрые отношения. А что ее стало раздражать-то в манере вашей еды? Поедание. Поедание. Ну, это... Вы ели слишком быстро. Вы там, не знаю, чмокали, присвистывали, не знаю, подстанывали. Все было глубже. Это были придирки во всем, не только еда. Это было там неправильно моешь руки, неправильно там убираешься. Ой, а как правильно? А знаете, надо было познакомиться с ее родителями. К сожалению, я не смог познакомиться с ее родителем. Мы расстались раньше. Не дошел. Да, да, да. Произошло, кстати, расскажу, как это произошло. Мы собирались в очередную поездку совместную и там... На велосипедах? Немножечко повздорили. Да, немножечко повздорили. И девушка рассказала обо мне все, что она обо мне думала. А что она о вас думала? Ну, к примеру, то, что я нерешительный, что я очень мало ей уделял внимания, что я недостаточно уважаю ее, почему-то... Я, к сожалению, не могу понять, почему. Слово за слово. Мы расстались. Мне кажется, он сейчас быстро, возможно, тоже, как бы, да, загорится, да, у него там какие-то чувства будут. Ну, потому что такой или такой-то лени, как бы, чувства не испытывать, извините меня. Быстро. А знаете, вот я прочитала вас в анкете, вы играете в театре благотворительном. У нас театр организован непосредственно для показов в каких-то детских домах, каких-то... Не, ну и как вы играете? ...домов-престарелых. Это воодушевляет людей. Какие роли роли? Какие роли. Какие роли? Интересуете. Да, спасибо. Роли... Совершенно недавно был такой герой-любовник, можно так сказать, романтический юноша, который все метался от девушки к девушке, но потом он... Это современная пьеса? Нет. Там все... У нас режиссер очень такой старорежимный, можно так сказать. Он выбирает, ну, Зощенко, возможно, Луначарский. А вам зачем? Глубокий, глубокий. Вам нравится? Да, да. Мне нравится. А если, например, жена скажет, ну, это было до свадьбы, Сань, а сейчас все-таки давай-ка как-то, ну, ты уже взрослый парень, тебе там 26 лет, 27, я хочу, чтобы ты в это время был дома. Ну, в общем-то, театр. Пусть это будет в твоем прошлом, в юношеском. Ну, я, кстати, тут я не соглашусь. После свадьбы хобби должно остаться за вами. Я считаю, что я оставляю для... Хочу правильно... У неё на работа ночная. Это всегда можно договориться. Это всегда можно... Ну, хорошо, вот вы договариваетесь, и вдруг Лена говорит, послушай, то, что я пропадаю на работе, я приношу деньги, а вот то, что ты там играешь романтичных юношей, я не знаю, для чего тебе это надо. Это всё-таки увлечение юношеского. Здесь я не соглашусь. Он же может приносить деньги своим заработкам, основной работой. Основной работой. А на его хобби, на его увлечения вы будете смотреть... Я, может, буду смотреть из зала вообще. Я люблю театр. Ну, вы вообще допускаете, что у супруга может быть увлечение, которое отнимает большую часть свободного времени? Ты знаешь, не самое поганое хобби, я вам хочу сказать. Вроде как серьёзный мужчина, вроде как серьёзно стоящий на ногах, имеет время, а, репетировать, б, играть в каком-то любительском театре. Да, при всём... Я понимаю, что это очень классно для детей, очень круто. Знаете, Александр, какая в этом таится опасность? В браке, обычной, вам открою глаза, появляются дети. Чтобы так не получилось, что Леночка, молочная кухня, памперсы, глажка и кормёжка, а вы в это время говорите, ну, ты же знала, за кого выходила. Вот я сейчас как раз вот репетирую новую роль, и я не могу подвести своих ребят. Чтобы не получилось этого, поэтому нужно договориться заранее, что всё, что у вас было до свадьбы, это было ваше личное дело и ваше. Сегодня у вас совместная жизнь, поэтому каждый чем-то должен поступиться. Это нормально, люди договариваются. Помните, что они собираются. Да, но вы ещё раз повторяю, имеете право, пока не родился ребёнок, это лучше, чем пропадать там с товарищами. Однозначно. Но это не единственное, извините, я сразу перебью так, не единственное хобби – спорт. Я вижу, Елена тоже спортсмен, она зимние виды спорта уважает, я это тоже люблю. Вы без дурных привычек, я так понимаю. Я не без, без. Вы тоже, да? А вы? Я не без, молодец. А я без дурной привычки, я всё время пристаю к гостям. Покажите сюрприз, покажите сюрприз и к вам тоже. Показать? Да. Показать сюрприз. Пожалуйста. Велена, я родился в год кролика, это мой талисман, можно так сказать, я считаю. Это животное очень романтичное и любвеобильное. И сегодня я хочу себе подарить этого замечательного, этого милого, этого трогательного малыша, который теперь будет согревать вес. Спасибо. А это, так как он тоже моя частичка, он очень прожорливый, это ему навещано. Спасибо большое. Так, на себя прожди. Работи. Ой, бедный, страшный мой. Да, и он испугался у нас немножко. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, парни, проходите в свою комнату. Молодец, Александр. Молодец. Я думаю, что вы лидируете. Мои глаза, мои глаза заслезились. Я восхищен был, восхищен был. Всё очень красиво. Ну что скажете про жениха? Мне понравился Александр. Намного выглядит старше, чем первый молодой человек Сергей. И мне кажется, они... Такого старше его на 4 года. Да, и мне кажется, они гармонируют с Еленой. То есть хороший, положительный, интеллигентный. Да, будет о чём поговорить с ним. Так, одно сердце завоёвано. Да. Осталось ещё два. Как Александр вам уведет? Александр скучноват по жизни, и мне кажется, что он менее или не подходит по её... А вы считаете, что в браке это сплошное веселье? А может быть, в браке важнее другие какие-то качества, такие как надёжность? Ну, я не увидела в Александре. Процедительность. Я не увидела всех этих качеств. Я не вижу этого молодого человека рядом. Лена? Понравился, хороший, такой интеллигентный. И мне кажется, в нём... С юмором. Да, с чувством юмора в нём присутствует. Кролик вместе будут воспитывать. Да, кролик это вообще был неожиданный, так выпадает. Креативный. Отлично. Вот, креативность твою отметили. Отметили. Да, креативность есть. Мне Сашенька понравился. Единственное, Леночка, с ним надо заранее договариваться, чтобы он не проявлял инициативу, особенно выбор подарков. Понимаете, можете попасть в просак, а потом сами не будете знать, как от этого избавиться. И я думаю, что обязательно следить, когда дети будут, потому что его будут разводить на раз-два-три. У вас будет и корольчачий период, и мышиный, и хомячий, и всё остальное. Видать, очень животных любят. Мне кажется, что 26 лет – это уже вот просто дофига. Это много. Я всю жизнь боялась чего-то не успеть. Мне всегда казалось, что я уже всё пролетела мимо последнего вагона. Почему сегодня так люди живут в таком расслабленном состоянии, я не понимаю. Парень хороший, обычный, смешливый. Вот с такой вот историей. Ну, не пуганая просто. Да? Почему нет? Такие молодые люди, соединение Солнца с Юпитером в Овне, умеют производить впечатление на девушек поначалу. Они в близком общении при первой встрече, харизматичные, в себе достаточно уверенные, такие энергичные, умеющие зажечь, любят покровительствовать, широту натуры умеют проявить, так как-то щедрость проявить. Естественно, всё это не может не обаять. Ну, а потом уже, соответственно, все мелкие какие-то недостатки вылезают на свет Божий, не всегда девушка с ними согласна. Но в любом случае, я считаю, что это неплохой кандидат для того, чтобы его рассматривать для брака. Да, нет ещё какой-то глубинной зрелости, но такие мужчины очень амбициозны, всегда в жизни стремятся добиваться многого. Сейчас его амбиции, пускай и обратились на театральное искусство, но через какое-то время. Может быть, он обратит свои амбиции на то, чтобы семье было хорошо и сделать всё для этого. Звёзды одобрили тебя. Хорошо, идём пока. Начать всё, начать всё, добро. Все одобрили, кроме тёти. Я предлагаю Елене встретиться с третьим женихом, проходите. Он прямой. Молодец, такой прямолинейный парень. Прямолинейный, да. Здравствуйте, Егор. С кем вы? Я пришёл с вами своими друзьями, Олеся, Алексей. Очень приятно. Всем привет. Давайте на вас посмотрим. Егор, 23 года. Руководитель проекта в рекламном агентстве. Пишет песни в стиле рэп, играет в баскетбол, мечтает открыть студию звукозаписи и уехать из России. Женится, если избранница согласится перебраться с ним в Австралию. Возлюбленная не поехала вместе с Егором в Москву и приняла решение расстаться. Даже несмотря на его обещание вернуться в провинцию, девушка не согласилась возобновить отношения. Надеется, что Елена последует за ним хоть на край света. Егор, вопреки расхожему мнению, не все девушки мечтают о столичной жизни. Многих устраивает жизнь в провинции, при том, что в ней куча преимуществ. Вы ее звали с собой? Может быть, плохо звали? Там была целая история на самом деле. Я снимал квартиру, она снимала квартиру. И переломный момент получился, когда ей негде было жить. Я позвал ее к себе. И спустя где-то месяца два мы переехали уже в мою квартиру. Я приобрел когда-то. Жили мы где-то с ней полтора года после этого всего. В общей сложности два. И было все очень серьезно на самом деле. Я готов был сохранить себе отношения. Переехав в Москву, звал ее с собой. Работа может быть семья. На самом деле все это бросается, если она любила его. То есть здесь, соответственно, однобовки отношений были. Но вы как бы остановились на этом и остались друзьями. Почему? Как думаете? Чего не выдержали? Человек просто привык к стабильной жизни, комфортной, спокойной. Где есть работа, дом, работа, дом. То есть это не мое, не надо. Что они все хотят экспериментировать? Ну, я согласен. Многие от рождения довольны своей судьбой и довольны тем, что имеют. Ну, после того, как я предложил переехать, и она отказалась. Даже я вернулся обратно. То есть ничего не получилось, я уехал обратно в Москву. Хорошо. Егор, почему вдруг Австралия? Ну, мне нравится... От чего вы здесь так устали? Что вам не нравится? На самом деле, мне нравится менталитет в Австралии. Мне нравится уровень жизни в Австралии. Я один раз там был. Да. Мне нравится уровень жизни. Вообще благосостояние для народа, в принципе, как... И, в принципе, Австралия, насколько я знаю, сейчас... Послушайте, если много работать, здесь можно жить неплохо. Я устал от Москвы. Хочу жить в другом месте. Поезжайся в Вологду. В Вологду. Я сам в Саратовской области. Ну, так устали из Москвы. Кто вас здесь ждал? Никто не ждал. А Москва устала от нас. Никто не ждал. От приезжих. Ну, что ж теперь. Вот я ее освободить хочу. То есть для вас это уже решенный вопрос в Австралии. Да, конечно. А я смотрю, вот так хорошо, в принципе, зарабатывать. Вот вы 20 лет уже квартиру заработали. Да, верно. Ну, часть мне помогли родители. В Москве, да? Нет, в Москве у меня нет квартиры. В Саратовской области квартиру. А, значит, ты теперь в Австралии опять продавать квартиры, опять родители помогать? Или как вы хотите там осесть-то? Нет. А родители как к вашей мечте уехать относятся? А родители очень спокойно относятся. Я живу один, 17 лет. То есть уехал от родителей один. Ну, а отец что говорит? У меня отчим. А вы от отчима уехали? От отчима, от мамы, да. Ну, я не знаю, что вам желать. Вы поедете в Австралию? Ну, я рассмотрю это предложение. Видишь, а ты ее никуда не повезешь. Это на горнолыжный курорт. На две недели, на три. Ну, сколько там заработать можно. Хорошо, покажите сюрприз. Продолжение следует. Хорошо, покажите сюрприз. Управление. Зай, я знаю, трудно поверить слова, и трудно поверить, что влюблен в тебя. Трудно даже собраться с мыслями и написать то, что думаю, искренне милое. Я знаю точно, ну что ж, я просто ничтожен, я грешен, Божий диагноз, любовь, процесс неизбежен. Но как жил раньше, я просто хотел быть самым счастливым. Я просто мечтал любить и быть любимым. Сопливые рэп-песни — это ужас просто. Пусть этот ритм бьется, 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 музыка льется, и нам теперь с тобой не остановиться. Спасибо большое. Спасибо большое. Проходите. Ну, возможно, он молод, и поменяется что-то в жизни еще, в отношении. Ну, симпатичный молодой человек, но мне кажется, что мысли о женитьбе у него в голове еще нет, и наверняка появится не скоро. Мне это такая порода. Коля, перекати поле. Жалко, Егор, что... Вот родители, родители, конечно, виноваты, не направляют, не подсказывают, не объясняют. Вот такой перекати поле. Но мне кажется, там есть какие-то хорошие задатки. А мне не жалко нисколько. А вот с другой стороны, вот я так сокрушаюсь, а потом думаю, вот был бы такой огромный бы самолет еще, огромный-огромный, чтобы все сразу вот туда поместились, или поезд длинный-длинный, змеюга такая зеленая, и сразу сели бы, и уехали. Не мутили бы. Как ловица такая говорит, что это вы все из России? Да ну, конечно. Василис. Молодой человек действительно целеустремленный, но есть одна загвоздка. Он очень любит тихих, спокойных девушек, достаточно покладистых, а такие девушки как раз к авантюрам не склонны никогда. Вот ему, если он хочет свои амбициозные планы в жизнь двигать, если за рубеж хочется переехать, или как-то по-иному пробиться, он должен понимать, что ему девушку нужно не только себе такую найти, как он хочет, но еще и как-то ее стимулировать и убедить к тому, что он прав. Потому что выбрал девушку спокойную, но ей нужны какие-то гарантии, какие-то обещания. Она должна быть уверена в мужчине. Егор, мужик! Очень скоро мы увидим, какой выбор сделает наша невеста. Не пропустите. Лариса, слушаю вас. Ну, я бы Лене посоветовала третьего молодого человека, Егор, кажется, его зовут. Мне он все-таки понравился своей целеустремленностью, напором, планированием своей будущей жизни. Аня? Я считаю, что Ленину нужно выбрать Александра. Во-первых, он более спокойный, будет где-то ее, наверное, останавливать. А мальчик умный, интеллигентный и уже готовый, наверное, для семейной жизни. Тебе невеста понравилась? Уже много интервью. Девушку очень, я как отметил, яркая, вот такая активная. Вот эта вот ее позиция, она мне очень-очень нравится. Я вам советую Александра. Он юноша пылкий, влюбленный, что-то соображает. Ну, там смотрите. Лариса, вот смотрю я на наших женщин, сколько уж у нас вот перебывало. Может, это славянская черта, именно присуща славянскими женщинам, что вот у нас синонимы свобода и одиночество. То есть мы не умеем одаривать собой, не умеем, ну, даже одалживать, даже продавать себя правильно не умеем. И вот мы все хотим себя спихнуть куда-то. Вот особенно со школьных лет нам надо быстренько куда-то себя пристроить быстро. Понимаете, это неправильно. И семейная ценность. Ну, вот я сама, я, я, как женщина, как мать и так далее. Нет, ну, я с тобой соглашусь в одном, что, ну, я не знаю, на примере других семей, но меня любить не научили себя. Моя мама себя не любила никогда, потому что горела на работе, всем себя отдал. Мои тети себя не любили, они жили. Любят себя. Жили ради своих детей, ради своих мужей и так далее. И меня тоже не научили любить себя и жить для себя. Я не знаю, что это такое. Я так думаю, что мы просто вот жили в таком обществе. А сейчас они у нас работают. Поэтому, вы знаете, Александр, в принципе, с ним возможно построить. И вы научитесь себя любить, ну, по крайней мере, через отражение, через его отношения. Пускай даже крольчачие. А ты вот, если она зайдет, выйдешь к ней? Выйду. Выйду с ней, да. Выйду. Здесь, на самом деле, сегодня нет ни одного мужчины, который был бы достаточно серьезен для того, чтобы его выбирать мужья или ждать от него встречного предложения. Но поскольку уж вам предстоит переживать шекспировские страсти в ближайший год, я уже сказала, нужно выбрать человека, с которым они будут менее разрушительными для вас самой. Мне кажется, что это Сергей. Несмотря на то, что он моложе всех, несмотря на то, что он показался со своей историей, может быть, менее серьезным, но мне кажется, что вам будет интересно подружить, пообщаться с ним, поскольку, как я уже сказала, замуж, он прелестный. Я бы выбирала Сергея, серьезно. Да, он прелестный. Так как, понравилась ли тебе эта девушка? Она мне очень понравилась. Действительно, очень красивая. Не выйдешь, если она сюда зайдет? Конечно, выйду. Слушайте себя. Наверняка, вы уже решили, к кому пойдете. Мы вас в любом случае поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4151. Евгений, 22 года, номер 2857. Ведущий бизнес-тренингов в Санкт-Петербурге. Увлекается психологией и саморазвитием. Мечтает стать политиком, чтобы улучшить жизнь людей. Хочет встретить оптимистичную женственную девушку, любящую вечерние прогулки. Алексей, 27 лет, номер 2872. Спортивный аналитик в букмекерской конторе. Пишет стихи и рассказы, катается на сноуборде и прекрасно готовит. Хочет познакомиться с умной, хозяйственной, стройной девушкой с активной жизненной позицией. Мы не знаем, выйдет Елена Одна Алис с избранником. Я приглашаю всех выходить. Давайте ее поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот это да! Привет! Привет! Ну что, выйдешь со мной? У нас есть пара Елена и Егор. И мы вас поздравляем вместе с группой Мастер, Спенсер и Алисия. Любовь такая! Мы заклинули себя этим чувством Вроде бы вместе, но что-то грустно Ты просыпаешься, утром стоишь под душем Размышляешь о том, кто кому больше нужен Завтрак и ужин, и мы рядом Мы вместе, это из одной песни Или из другого теста Обыденные поцелуи, все как раньше В них нет тепла и только холод, фальш Мы с тобой всерьез рисовали Наша любовь Ворота рая Половы, слезы, день и ночь Разноцвесток Странная любовь такая Что же ты и молчи, и кто из нас С тобой виноват? Стена глухая Спереди виражи и дороги нет нас Странная любовь такая Странная любовь такая Нарисованная И никто не знает Почему любовь такая Одная любовь такая Нарисованная Мы не понимаем Почему любовь такая Все спокойно, все размеренно Но почему-то от любви такой постель заселена Ты улыбаешься, смеешься на работе Вроде бы довольна Болтаем о погоде По праздникам поем По улицам молчим По мелочам ругаемся Дома не сидим Наши краски Серый, белый, черный Такой наш мир цветами разделенный Мы с тобой всерьез Срезавали нашу любовь Ворота на я Попала в лесу, в день и ночь Нарисованная Странная любовь такая Что же ты и молчи, и кто из нас С тобой виноват? Стена глухая Впереди миражей, и дороги нет назад Странная любовь такая Странная любовь такая Нарисованная И никто не знает Почему любовь такая Странная любовь такая Нарисованная Мы не понимаем Почему любовь такая А сейчас ты пойдешь в свою комнату, приберешься в ней. Потом сядешь делать уроки. Девушка забеременела. Вот для меня это было так же неожиданно, но... Как для всех мужчин. Я сейчас с ним ближе, чем когда мы были вместе. А что делать мужчине, которому хочется разных женщин? Ему обязательно важно вот так ходить с Гоголем, что это вот моя Лариска. Это мой выбор, это фактически мой второй мир. Но без детей. Уже давайте детей в покое ставим, ладно? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok